Увы, но центральный вход в городской парк Абакана сокрыт. Парадная арка Орлёнка увешана заградительными жёлтыми лентами. Так администрация зоны отдыха обеспечивает безопасность посетителей и простых прохожих. Причина неудобств – капитальный ремонт центрального арочного входа. За годы он порядком обветшал. Сейчас строители снимают старую штукатурку, после приступят к покраске. Заменят лестницу, сделают её более комфортной и обустроят пандус. Прежний, не совсем удобный для маломобильных граждан. Ну а вот эти вот довольно массивные ворота в скором времени отправятся на металлолом. Своим весом они не только портят саму арку, но и выглядят, согласитесь, достаточно неприглядно. Строители заменят её на более облегчённую конструкцию, сейчас её изготавливают. Ну а пока же эти ворота будут цепляться за свою жизнь. И не давать прохода желающим вплоть до 30 апреля. Впрочем, посещать Орлёнок можно. Три входа со стороны Советской и Хакасской улиц открыты. Главное – не испачкаться. Детский парк активно готовится к новому сезону. Новой краской рабочие освежают заборы и скамейки. Также реанимируют и аттракционы. Устанавливаем троллейфи для паровозика детского. Паровозик будет отсюда брать электричество и ехать. Осенью снимаем, консервируем. А летом весной ставим к новому сезону. Встреча с детворой готовится и пятиметровый Плута. Герой диснеевского мультика в марте этого года серьёзно пострадал. Вандалы отломали длинный хвост, сломили правое ухо и местами вскрыли зелёное покрытие. Сейчас восстановлением фигуры сказочного персонажа занимается его автор. Не без боли в душе. Реанимация Плуто, восстановление аттракционов и игровых площадок, ремонт местного туалета. У рабочих есть ещё две недели, чтобы привести парк в состояние полной готовности. А уже 1 мая в 11 часов в Орлёнке состоится долгожданное открытие сезона.